здравствуйте и снова зверушка вам для настроения гляньте какой миленький мне приходят очень разные часто разные буклеты да так как когда подписан на получение еды для животных да они присылают вам всякие разные информации какой хорошенький а у нас 28 урок части тела с артиклем д ой сейчас мне как раз вспомнилось когда мы проходили части тела с артиклем д те кто был внимательны что там а те кто не мы внимательно просто не заметили тоже нормально der arm рука сейчас вы увидите на видео и запишите себе тоже в свою свой список где части тела с артиклем д там вот как-то я забыла про это слово что рука немецком очень тоже ими два значения на der arm рука как в общем ся рука di hand это рука это часть руки кисть ладонь вот кисть руки и вот как когда гебензи мир биты ирхан дайте мне пожалуйста вашу руку по-русски по-немецки значение будет именно кисть ладонь вот именно эту часть руки дайте данным пожать руку или что-то дать положить на ладонь вот используется тогда слово di hand первое слово тоже ди бруст тоже произносим повторяем это грудь они неважно узкали женская имеется ввиду в общем да это часть тела ди хаут кожа ди хюфте бедро тоже да мы учили что есть бедро это шенка дэр шенка хюфте бедро тоже бедро пожалуйста не заморачивайтесь по поводу того это же так заморачивалась допустим у ага сколько же разных обозначения почему не одну всему есть этому объяснение некоторое используется в медицине другое на животных 3 на людях поэтому даже если вы как-то где-то скажете в основном да на человеке используется хюфте она как сказать и то чтобы описать допустим вы пришли к врачу и говорите у меня верх бедра что-то там не так да вы все равно скажите о бершенке на верхней части бедра поэтому используем и то и другое и в этом ничего страшного нет это все скорее да по какой-то причине из истории сто процентов что используется в оба слова и едем дальше ди келле протягиваем и х здесь не читается горло ди лебер печень и не тянем не протягиваем губа 2p обозначает что и короткая ди лебер ди лунген легкие ди ди лебер ди лебер ди лебер ди лунген ди лунген ди лунген ди назе ди нире и следующая часть Мы с вами уже учили, что Вот мы и дошли как раз до этого слова, где в предыдущих двух уроках, где вы видели использование слова Вот из какого слова состоит Если хотите, то если Н туда добавить, это во множественном числе пальцы ноги Просто добавили букву Н На следующем уроке мы рассмотрим примеры с частями тела с артиклем Ди Чтобы закрепить выученные слова Пожалуйста, учите 5-10 слов в день Это улучшит ваш словарный запас Вы будете чувствовать себя более уверенно И сможете комбинировать и составлять предложения, говорить, понимать О чем идет речь Пишите, пожалуйста, записывайте себе в блокнотик, в тетрадь, не важно Пишите, это очень-очень-очень важно Спасибо большое, что вы у меня есть Мои дорогие подписчики Кто не подписался Нажимаем на кнопочку подписаться На колокольчик, чтобы получать полезные, актуальные уроки новые Делитесь моим видео с теми, с кем вы считаете будет тоже полезным Ну и до следующего урока Хорошего вам дня! Субтитры сделал DimaTorzok